Продолжаем программу. В программной речи руководителя страны особый упор всегда делается на повышение эффективности мер борьбы с коррупцией. В послании прошлого, 2020 года, прозвучал образный призыв прививаться вакциной честности. Следом создан был отдельный орган, подотчетный парламенту и президенту, агентство по противодействию коррупции. Его первая в новом году встреча сконцентрировала внимание участников на задачах, поставленных главой государства в послании 2021. Приоритетной задачей общества в нынешнем году должна стать борьба с любым проявлением коррупции. Это особо подчеркивается в послании главы государства парламенту. Все государственные органы, политические партии, общественные организации, средства массовой информации, каждый гражданин должны мобилизироваться на борьбу с этим злом. Как известно, в этих целях по инициативе президента в Узбекистане в прошлом году было образовано агентство по противодействию коррупции. Со дня создания новому ведомству уже удалось проделать определенную работу, об итогах которой говорилось на нынешней конференции. В частности, в рамках антикоррупционной недели, организованной агентством, были проведены семинары и встречи среди учащихся школ. И они, как показала практика, своего рода вакцина от коррупции. Коррупция является особо тяжким преступлением и молодое поколение, подрастающее поколение необходимо с детства обучать, что необходимо зарабатывать только честным трудом, а также путем предпринимательства. Для публикации решений местных органов государственной власти и их учета будет внедрена электронная информационная система, в которой будут отражены доходы и расходы вне бюджетных фондов, госзакупки, а также данные о субсидиях и грантах. Не случайно, ведь прозрачность – один из наиболее эффективных инструментов в борьбе с коррупцией. Именно поэтому и в вопросе отбора кадров их приема на работу также будет обеспечена открытость. Конкурсная система позволит оценить интеллектуальный потенциал кандидатов, и в приоритете останется регулярное обучение, оценка знаний госслужащих в области предупреждения коррупции. Распределены обязанности, которые необходимо выполнять, исходя из послания. Например, агентство будет расширять список связей, которые подлежат открытому опубликованию. В этой связи конкретные подразделения агентства будут заниматься теми или иными сферами, деятельность которых необходимо включить в данный список. Ставим конкретные цели и задачи для себя на ближайшую и дальнейшую перспективу. В завершении встречи отмечено. Антикоррупционное агентство разработает предложение по госпрограмме на 2021 год, опираясь на приоритеты, заложенные в послании главы государства. Продолжение следует. Продолжение следует...